Привет! С тобой Анатолий Жарпаркум, и я чрезвычайно рад представить тебе свое новое детище. И это детище будет полезно тем, кто производит бани, а также тем людям, которые имеют развитое воображение, и которые хотят себе баню яркую, теплую, солнечную. Итак, представляете проект? Бронзбаня. Бронзбаня — это полный антипод модной нынче Блэкбаня. Блэкбаня, что это такое? О, это мощный тип, которого зовут Артемий, который придумал сочетать вроде бы как бы несочетаемые вещи. Дерево и черный цвет в парной. И есть люди, которые прямо вот фанатеют, это классно, хотим такое. А есть люди, которые говорят, нет, хотим другое. Итак, этот видеоролик для тех, кто хочет другое. Но вначале давайте разберемся, что такое Блэкбаня. Потому что на фоне Блэкбаня очень удобно рассказывать о том, что такое Бронзбаня. То есть свое изобретение как бы делаю на фоне изобретения Артемия. Итак, вот допустим скриншот. Что мы видим на скриншоте в Блэкбане? Мы видим в верхнем левом углу дерево с использованием очень сильной термической обработки. Оно практически темное. То есть наша задача сделать дерево не такое темное. Смотрим дальше. Печной угол. Темный камень. Значит, нам надо взять какой-то камень не темный. Потому что Блэкбаня это черный цвет и дерево. А Бронзбаня это бронзовый цвет и дерево. Почему бронзовый? Тоже скажу. Да потому что бронза, латунь и медь, на мой взгляд, идеально сочетаются с естественным цветом дерева. Дальше. Здесь стоит черный дымоход. Это тоже на данный момент съемок. Это еще вопрос нерешенный. Но я знаю, и я об этом расскажу и покажу, что вопрос этот решается. И я не знаю, когда ты смотришь это видео, может быть, уже все решено. И все, о чем сегодня я буду рассказывать, на все, что я показываю, будут ссылки под видео. Ходи, гуляйся, смотри, выбирай. Дальше. Печь стоит. У печи, видите, черная окантовка. И это тоже вопрос решаемый. Вопросы с черной бородой и черными толстовскими нерешаемые. Но уже здесь, в этой парной, ты видишь элемент бронзбани, а именно бронзовую дверь. Этот момент тоже очень важный. То есть у нас не должно быть каких-то элементов в парной, которые бы выбивались из общей концепции. Итак, смотрим дальше. Видите, к примеру, банный комплекс, он прокрашен, дерево в черный цвет такой. Это используются присадки, краски. Про это тоже сегодня расскажу. Все покажу. Опять же, вы видите здесь, как много насыщено черного цвета даже в купеле. И за это тоже все будет рассказано. Это просто надо сначала, ребят, посмотреть, BlackBan, чтобы потом было все понятно. Вот на этом скриншоте мы видим черное обливное устройство. На момент съемки цвета бронза нету обливанных устройств, к сожалению. Но я уверен, что будет. Душ здесь внезапно цвета не ржавейки, но по моде, по фэншую делают черный покупают. У нас же можно все купить уже бронзовое. Значит, здесь прошу обратить внимание на черный элемент электрической штуки. Это тоже решаем. Об этом тоже сегодня. Вот на момент съемок черные валики, черные подушки есть, но бронзовых нету еще. Так. Офигительные вещи. Видите, черная форточка. Это все колорант. Дерево это тоже колорант. Так. Потихоньку пойдем дальше. Вот всякие таблички BlackBan. Жду, когда будут бронз-бани. Паразахват, видите, черного цвета. Можно сделать бронзового. Так. Ну, в принципе, я думаю, все, что вы видите, вам уже понятно, о чем сейчас пойдет речь. Преклоняюсь перед этим черным бородатым человеком. Он реально придумал стиль, который копируют многие. То есть, видите, дверь черная, в стеклопакеты черные. Ну, пришло время делать и бронзовое. Почему бы нет? Итак, поехали. С первого на первого разберемся с печами. Ребят, сейчас буду рассказывать про печи. Я же многих знаю производителей. Есть электрические, есть дровяные. Но их, к сожалению, на момент съемки очень мало. Все ссылки снизу. И, значит, бронзовых печей выпускает недорогие. Только один производитель. Дорогие еще один. Это как бы нам улучшает обстановку. Ну, то, что там, ну, меньше куда шароебиться надо по интернету в поисках. Хотя уже все, Талянчик порешал. Сразу скажу. Есть такие краски двух производителей. Церта, Элкон. Каждый из них производит краску, которая называется бронзатор. Но бронзовый цвет бронзатора кладется обычно на черное. То есть, ну, вот, к примеру, вы увидите там дверцу. Сейчас, ну, короче, черную дверцу. Ее подкрашивают слегка бронзатором. И тогда идет сочетание черного и бронзового. И вот как только в бронзовой бронзбане находится черный цвет, весь кайф пропадает. Поэтому ты можешь, в принципе, купить любую печь и полностью ее задекарировать бронзой. Но это будет все равно такое, знаешь, колхозное, да? Но, опять же, мы столкнемся еще в разговоре с домоходами, да? Они на данный момент есть черные. Но у каждого производителя, а именно, ну, кто вот у нас топчик, да? Феррумы теплов и сухов. Ну, их идут разработки именно цветов, которые можно использовать в бронзбане. Ну, думаю, к тому моменту, когда тему пойдет кач полный, да? Они выпустят не только черные дымоходы, но и бронзовые. Тем более, вот, 1200 градусов. Краска 1200 градусов. Покрасить вручную дымоход лучше посмотреть в видеоролике, как это делается. То есть, некоторые магазины сами красят либо церто, либо элконом из баллончика при определенных, ну, технических решениях, там, обезжиривание и прочее, обычные трубы. То есть, есть варианты сделать. Ну, к дымоходам мы вернемся. Что-то я заскочил. Итак, смотри, если у тебя нету дровяной печи, электричка бронзового цвета, классного, который впишется в дизайн, на момент съемок одна печка, это Prima Volta от TMF. Мы начнем от самого дешевого к самому дорогому. Вторая модель печи, которую я сегодня покажу, это Рабеско. Она тоже вся из бронзы. Есть две модели. Одна для небольших парных, другая модель для более больших парных. Одна Рабеско просто, другая Рабеско XXL. И закрытый камень, и все дела отличные. Печь еще рекомендую. Прямо идеально впишется. И мало этого, первый модуль дымохода, видите, будет закрыт сеточкой с камнями. Но именно под наш бронзовый стиль я бы рекомендовал бы камни брать не серого цвета, а малиновый кварцит. То есть сочетание в яркой солнечной бане серого. Ну как-то вообще глаз не кайфует, когда глядит. Поэтому я бы рекомендовал бы Карабески малиновый кварцит. Следующая печка. Вы уже видите по фотографии. Выглядит вообще роскошно, именно в теплых солнечных тонах. Печь называется Альфа-Панголина. Намного дороже, но и более красивая. Тоже все под русскую баню сделано. Разные варианты. Это глина, панголина. Ну в общем, кайфовая вещь. И сейчас переходим к последней модели, к самой дорогой. Это Ферингер-печь, которая в облицовке окаменевшее дерево. Как вы видите, можно сделать и печной угол из окаменевшего дерева. Вот на момент съемок там написано 253 тысячи рублей. Но оно того стоит, конечно. Вот. Вот так вот выглядят фотографии. То есть это уже, ну какие-то вот я фотографии в интернетах нашел вам. То есть это окаменевшее дерево, которое рисунок дает теплое, солнечное. Вот то, что вы видите, какой-то коричневатость. Это просто фотографу надо это самое наругать, не умеет фотографировать. А вот это уже более классный фотограф. Он уже здесь сфотографировал так, как есть в живом цвете. Так что если у тебя царские барские доходы, то вполне рекомендую. Больше никаких печей нету, которые подходят под бронз-стайл. Бронз-баню. Под бронзовую роскошь. Позволительно. Теперь речь пойдет о печном угле. Очень важная вещь. Это речь о термозащите. Здесь рекомендаций и вариантов достаточно много. А, ну раз у меня слайд про пропитки. А с другой стороны, почему немножко голова побаливает, переживал, поэтому понять и простить. Значит, натуральный камень золотолит. Пожалуйста, можно использовать для облицовки. Очень приятного, тепло-солнечного цвета. Дальше. Есть плитка терракот. Специальная, жаростойкая. Можно ее использовать. То есть у нее куча вариантов цветов. Проверенная вещь веками. И есть такая компания Goodwill Group. Делает термозащиту в виде листов. И называется конкретно огнеупоров солнечный. Также не нужно забывать, что есть мини-рит, флама, на который печатают термоперенос. Там можно любой рисунок, тоже солнечного цвета. Все эти три материала можете использовать. И перейдем к древесине. Чтобы дерево получило классный вид, а именно ярко-желто-оранжево-солнечного, необходимо прокрасить его. Дерево нам подойдет не каждое для бронз-бани. К примеру, осина явно не подойдет, потому что она белого цвета. Нам подойдет липа, нам подойдет ольха. И если мы берем бюджетный сегмент, это елка-сосна. Нам не подойдет пересушенное дерево в коричневый тон. Это вообще не из этой оперы. Это совершенно другой вариант отделки бани. Но термированное дерево в светлый тон подойдет. И вот, чтобы выделить рисунок, чтобы дать более яркость теплому дереву, нужно использовать масло натуральное. К примеру, компания Nord UDM делает масло для полков из льна. То есть мы сейчас три производителя посмотрим. Три производителя масел из льна, значит, карасула. Она ароматизирована елкой. Второй вариант живица. Вот вы видите парную ярко-солнечную. Пожалуйста, у живицы есть еще колоранта. Точно знаю. Можно еще более яркого оранжа дать. Живица не ароматизирована. То есть надо там две-три недельки подождать, пока исчезнет запах льна. И есть третий производитель. Это мастер воск, мастер гурий. У него тоже есть в ассортименте льняное масло. Тоже желтое. Тоже, по-моему, колоранты есть. И тоже с запахом елки. Ну, чтобы перебивать запах льна. Не всяким людям нравится. Итак, теперь мы поговорим про дымоход. Посмотрите вот на это видео. Как вы видите, на видео уже есть на момент съемок движ, движение в плане создания определенной технологии для ометнения или, как это назвать-то, придания солнечного цвета дымоходов. Дымоходов занимается этим делом. Ну, на данный момент вы видите молодого уфимского изобретателя. Зовут его Руст. Кто занимается баней, все его знают. Он же изобретатель ковша Руста, производитель ковша Руста. Да и вообще всяких банных штучек. Месяц назад он выложил видео, где вот так вот с ехитной улыбкой сфотографировался на фоне метного ометненного дымохода. Также у нас есть один из производителей дымоходов, а именно теплов и сухов, который тоже работает над метными дымоходами. Ну, в общем-то, вот движ идет. И прямо вот еще волны этого движа нет у гребня. А я уже где-то барахтаюсь там внутри волны и рассказываю тебе о браунз бане. Кстати, можешь поставить лайк, если ты уже понимаешь, что это вообще будет по кайфу ежебрат. Итак, метных дымоходов, как ты видишь, даже Яндекс.Картинки не видят, но они есть. Переходим к следующему элементу. Яндекс.Картинки. Вбиваешь метные банные ковши и шайки. И видишь, что есть огромнейшее количество производителей, которые делают метные ковши и шайки. Есть дорогие, есть дешевые. Я не считаю, что нужно переплачивать за метные изделия дороже, чем они стоят. Из-за того, что в Российской Федерации нет на заводах, которые производят какие-то аксессуары для бань, очень дорогого станка для них. Это ротационные вытяжки для работы по медиу. Поэтому большинство метных аксессуаров у нас приходят из Индии. И один из производителей, опять же, Теплов и Сухов, занимается производством также метных аксессуаров, но по другой технологии. Но не нужно забывать, что у нас есть еще Китай, а именно компания Альфа Сауна, которая, посмотрите, какие роскошные делает вещи на основании алюминия анодированного. То есть я чрезвычайно рекомендую даже. Это очень бюджетно, это очень недорого. Альфа Сауна будет оптимально смотреться на фоне оранжевого теплого дерева. Посмотрите, здесь и термометр, и гигрометр, и ковши, откуда воду брать, и для соли наборчик, и время засекать. Кто-то скажет, а как купить в Альфа Сауне? Да никак, братан, не купить до тех пор, пока дистрибьюторы Альфа Сауны не наклеят сюда свои логотипы. И тогда уже от момента выхода этого ролика до появления в продаже вот этих вот красивых вещей примерно полгода пройдет. Может, чуть больше. Где купить? Ну, 212F, наверное, банные штучки и собственные торговые марки печных сетей. Офигительные вещи. Ну, все ссылки снизу будут, ребят, приотачены. И как иной вариант, можно взять так называемый глаз-бакет, то есть прозрачные аксессуары. Ну, наверное, это сделано из термированного пластика, я думаю, тоже, если ручку ковшовым прокрасить льнянкой, да, то будет очень даже достойно. Это все прозрачное, тоже пойдет, тоже пойдет. Так, и давайте поговорим о двери. Просто вбиваешь банную дверь под бронзу и видишь, что огромное количество производителей производят печи, двери со стеклом бронзового цвета в слегка термированной древесине. То есть, если древесина не будет термирована, это будет просто белый периметр в ярко-сочной парилке. И это будет тебе не по кайфу, поэтому ищи, чтобы древесина была слегка термированная, затермиченная, в светлые желтые тона. Так, электрика, проводка, пожалуйста, все есть. Проводка под бронзу, ищи, смотри, скорее всего, это будет ретро-проводка. Но, опять же, Яндекс, Гугл показывают, что проводка такая есть. И существуют розетки. То есть, если вот Black Bunny, это черные розетки, там черные провода, да, то, пожалуйста, вот все есть бронзового цвета. Также есть бронзовый душ. Потому что вот эту вот моду на черный душ, черную, вот эту вот, чем моют этот самый, вот, поняли, да, вот эту вот штуку для того, чтобы давать напор внутри парной, черного цвета. Все, Темыч, Black Bunny придумал, а Толянжар Парком говорит тебе, делай бронзу. Бронза это тоже круто. Только по-другому. О, вот про эту штуку я имел в виду. Для биде, который используется в бане для того, чтобы дать напору и помыть всю парную. То есть, офигительно рекомендую. Отличнейшая вещь. Так. Да, в общем-то, опять же, возвращаемся к краске. Все, что ты пытаешься сделать с этой краской, вот, если еще дымоходов не придумано, ты делаешь на свой страх и риск. Ты первооткрыватель дымохода, своими руками, аэрозолью, термостойкой еще никто не красил. И, в общем-то, я тебе, по-моему, рассказал все, что у меня было в голове. Если ты заказчик, то ты можешь ссылку на этот ролик отправить тем работникам, которые будут тебе делать баню. Они все прекрасно поймут из этого ролика, что от них требуется. Если ты самостоятельно делаешь парную для себя, то рекомендую настойчиво смотреть Озон, Вайлдберрис, Сбер, Мегамаркет и прочие маркетплейсы. Практически 80% из перечисленного представлено. Тебе все привезут в ближайший пункт доставки. И если ты производитель бань мобильных, каркасных, бань-бочек, то у меня огромная просьба. Я все бесплатно делаю. Мне ничего, блин, не надо, кроме одного. Указывай в названии бронз баня от жирпаркома или бай жирпарком. Ну, а также буду чрезвычайно рад и признателен, если ты выразишь за такой ролик Талину респект и поставишь лайк. Ведь видеоблогеру ничего не надо в этой жизни, кроме лайка. За лайк он все, что хочешь, что ли, сделает. Нет, ну не все, что хочешь, но многое. Так что чем больше лайсов, тем больше подвигает меня генерировать различные идеи. Все, обнял хорошего тебе пара и роскошный тебе парной. Спасибо.